В эфире программа «Территория закона». Вот о чем расскажем сегодня. Задохнулась дымом, сидя в кресле. В Следственном комитете расследуют гибель женщины на пожаре. Соседи не могут найти родственников. Дело, в котором 12 эпизодов. Следователи по ДНК-профилю нашли виновного в изнасиловании, совершенном 14 лет назад. Ликвидировать последствия половодий и природных пожаров рязанские спасатели приняли участие в крупномасштабном учении. На этой неделе в Рязани произошли два пожара. Загорелось кафе в центре города. Владельцы пытались выдать ЧП за учением. А также выгорел целый этаж в жилом доме в поселке Дягилево. Там пострадал человек. В Региональном следственном комитете сейчас расследуются еще два пожара. В огне погибли люди. Пожар увидели случайно. Сосед вышел покурить в 4 часа утра и увидел дым. Этот дом знали все в округе благодаря проблемным жильцам. Супругов лишили родительских прав из-за злоупотребления алкоголем. Кроме того, они не платили алименты. За это горе отца посадили в тюрьму. Его жена и 70-летняя мать пропивали пенсию. За коммунальные услуги не платили, поэтому им отрезали газ. Согревались электроплиткой. Возможно, это и стало причиной возгорания. На пожаре погибла женщина. Скорее всего, она во сне задохнулась угарным газом. Нашли ее непосредственно в этой комнате. Здесь располагается основной очаг сгорания. Была она завалена продуктами горения. Частично обуглена. Явных признаков совершенного преступления в отношении нее нами пока не установлено. То есть не было каких-то травматических воздействий, с исключением открытого огня на ее тело. Сноха в тот день ушла куда-то с подругой. Возможно, это и спасло ей жизнь. С момента пожара она так и не появлялась. Соседи теперь ищут родственников, которые могли бы заняться похоронами. У нее брат. Они не знали, она не выпивали. И вот как нам его найти, чтобы он его похоронил? Брат. А брата как зовут? Владимир Сидоркин Владимир Иванович. С 47-го года примерно. Пожар в еще одном частном доме на улице Ломоносовой предположительно произошел из-за неисправности проводки. Старое дерево вспыхнуло, как спичка. Счастье, что огонь не перекинулся на другие квартиры. На этом пожаре тоже погиб человек. В первую очередь здесь отрабатывается версия неосторожного обращения с электричеством, с огнем. Вторая версия, безусловно, криминальная. В настоящий момент проводится проверка, собираются доказательства, опровергающие или подтверждающие эти различные версии. Как сообщили в региональном следственном комитете, в ходе проверок будут установлены причины возникновения этих двух пожаров, а также смерти женщины и мужчины. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения. Раскрыли дело об изнасиловании, совершенной в 2005 году в Михайловском районе. Как выяснилось, насильник ездил по стране, и в деле насчитывается 12 эпизодов. Чем закончилась история, расскажем далее. Дерзкое нападение на женщину произошло в 2005 году. Она не шла по темной безлюдной улице, и насильник действовал днем. Жительница Михайлова, хоть это и небольшой город, его не узнала. Взятые биологические следы точку в уголовном деле не поставили, и оно было приостановлено. Его возобновили недавно и провели генетическую экспертизу. Данный мужчина совершил целый ряд аналогичных преступлений в 2004 и 2006 годах на территории Ленинградской области и Волгоградских областей. При проверке данной версии следственным отделом был проведен ряд следственных действий, которые позволили доказать, что в момент совершения нашего преступления, то есть по которому было возбуждено наше уголовное дело, данный мужчина находился проездом на территорию Михайловского района. Пострадавшая женщина из Михайлова опознала насильника по фотографии. Мужчина отбывал наказание за аналогичные преступления. Он скончался в местах лишения свободы. Выделение экспертиз биологических объектов и учета геномной информации в год в среднем проводят тысячу исследований, чтобы помочь в раскрытии уголовных дел. Удача, если удается найти ДНК и выделить ее из одежды пострадавшего, смыва крови на месте преступления или костных останков. В последнем случае ДНК сверяют с пробами, взятыми у родственников, которые ищут пропавших людей. Все зависит тоже от количества времени, пребываемого на, скажем так, на открытом воздухе. То есть это же все биология, да, она несомненно подвергается негативным воздействиям, то есть холод, ветер, дождливая погода. Опять же, если это захоронение в земле, то есть кислотность почвы, это тоже все влияет. Ну, все зависит от того, насколько давние эти останки. Экспертиза может длиться от шести часов до нескольких дней. Недавно удалось найти родственников мужчины, чьи останки были найдены в 2011 году в поле в Кораблинском районе. На первоначальном этапе расследования личность обнаруженного трупа установить не представилась возможным. Кроме того, лицо, совершившее данное преступление, мы также не установили. Дополнительное производство молекулярной генетической экспертизы помогло установить родственников пропавшего мужчины. Их данные находились в геномной базе данных. Это позволило выдвинуть новые версии произошедшего. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Прокуратура проверила Рязанские дороги. Итог – 10 исков в суд. Участки, которые пришли в негодность, обяжут отремонтировать администрацию города. Яма, которая пережила несколько ремонтов и явно появлялась на этом месте у дома номер 30 по улице Жевченко, несмотря на все старания рабочих. Водители ее объезжают, поэтому движение на этом участке фактически идет по одной полосе. На состоянии дороги обратила внимание прокуратура. Давайте проведем замер, посмотрим. Сколько у нас? Приблизительно полтора метра. Конечно, место, наверное, такое все-таки опасное для того, чтобы ездить. Конечно, потому что здесь идет тоже основной поток машин. И это небезопасно для машины. Может быть, и аварии, и все что угодно может быть. Тем более она и глубокая. Глубокая, да. Чего не заметить. Да. Опасная дорога начинается с 23-го дома на улице Семена Середы. После поворота с Дзержинского водителям только и остается, что считать, ямы. Объезжать вообще невозможно. Это объехать. Приходится только трястись по этим ямам. Кошмарные. Ну, кошмарные ямы какие большие, глубокие. Проехать невозможно. А когда дождь, так это вообще. Их не видно. Это же правильно. Мы видим, что данная яма не соответствует ГОСТу, так как она должна не превышать 15 сантиметров в длину, 60 в ширину и 5 сантиметров в глубину. В этой связи прокуратура железнодорожного района в железнодорожный суд было направлено административное исковое заявление об обязании управления благоустройства устранить выбен на данном участке. В настоящее время данное исковое заявление находится в стадии рассмотрения. Только в железнодорожном районе Рязани прокуратурой выявлено 10 проблемных участков. По всем составлены иски в суд. Он и вынесет решение, после которого городскую администрацию установят сроки, в которые необходимо провести ямочный ремонт. Печальный итог ремонта коммуникации. В неогороженную яму на этой неделе упала девушка. Инцидент произошел на неосвещенном участке улицы с полученными травмами. Ее доставили в больницу. Вот такая вот яма. На Затинный дом 3. Не ограждение, не освещение. Падайте люди, как хотите. В неосвещенную яму на улице Затиной провалилась девушка. Народственницы пострадавшей сообщили, что та получила травмы. В отделении полиции их уверили, что расследовать случай никто не будет. А в травмпункте даже не назначили рентген. Посоветовали помазать зеленкой и приложить лед, рассказывает она. По небольшому фрагменту видео понятно, что яма не была огорожена. Яму оградили только на следующие сутки после падения девочки, говорят местные жители. А до этого здесь не то, что оградительных лент, даже доски не было. Местные жители рассказали, что яма появилась около пяти дней назад. Дело в том, что осенью у нас был капремонт фасада. И мы так порадовались, у нас была новая отмостка, а вот теперь все опять раскопали и опять грязь. Дело в том, что они будут делать капитальный ремонт этого горячего водоснабжения. И с той стороны они не могут влезть в подвалы. И они вынуждены здесь разорвать, но надо было как-то оградить, догадаться, хотя бы досками забить. Ограждения, говорят, на ней не было. И, возможно, не появилось бы без этого случая. Нет, вчера я шла вообще не была огорожена. Я почему сейчас уже обходила? Не было. Не было. Вчера точно не было. Страшно, конечно. К тому же, если не огороженное место, дети бегут. Издалека можно как бы не всегда оценить, что там яма или просто насыпь какая-то земляная. Глубоко там, не глубоко. Освещения около ямы также никакого. Нет, фонари там установлены. Вот только в зарослях деревьев. И днем они тоже светят. Неизвестно, освещают ли они что-то вечером. Директор по организации проведения работ фонда капитального ремонта Виктория Сорокина рассказала свою версию произошедшего. По ее словам, девушка шла по земляной насыпи и скатилась вниз. Она добавила, что 16 апреля яму огородили лентой. Но утром рабочие обнаружили, что она оборвана. После чего натянули новую. После публикации новости в средствах массовой информации, следственный комитет начал проверку. По факту получения несовершеннолетней резанки травм при падении в двухметровую яму, которая не была огорожена и освещена, следственным управлением организована и проводится доследственная проверка. Кроме того, следователи изучат вопрос оказания медицинской помощи в детско-областной клинической больнице несовершеннолетней после получения ею травм. По результатам процессуальной проверки будет принято законное и обоснованное решение. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Ректору ИРГУ имени Есенина Андрею Минаеву изменили меру пресечения на домашний арест. Напомню, его задержали 1 апреля. Андрея Минаева обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Минаева освободили из-под стражи в зале суда. Домашний арест продлится до 30 мая. И на этой неделе появились новости по делу о растрате в Академии ФСИН. Один из подозреваемых сообщает МК в Рязани, ссылаясь на собственный источник, первый замначальника вуза Роман Ефремов. Вознаграждение 400 тысяч рублей объявило региональное ОМВД за информацию о пропавшей семейной паре. Супруги Елисеевы пропали в селе Спаское Милославского района в ноябре 2017 года. 75-летний Анатолий Сергеевич и 71-летний Валентина Дмитриевна были зарегистрированы в городе Москва и фактически проживали в селе Спаское Милославского района. Осмотр жилища супругов дал основание предполагать, что в нем было совершено убийство. С Копинским межрайонным следственным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье убийства двух лиц. Рязанская область приняла участие в крупномасштабном учении под руководством МЧС России. В течение трех дней рязанские спасатели отрабатывали действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодием и природными пожарами. В первый день учений силы и средства МЧС России при Зонской области были приведены в готовность к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации. Это период подготовительных работ. Особое внимание во время практических действий было уделено вопросам применения аэромобильных группировок в зоне ЧАЭС. Практические действия были отработаны по двум водным, которые разработаны по самой наихудшей обстановке, сложившейся на территории области. Например, вот в водное второго дня учений. Произошло условное подтопление низководных мостов в Сапожковском районе. Первым делом в зону условной ЧАЭС была направлена аэромобильная группировка. Для координации деятельности сил и средств, привлеченных к ликвидации последствий половодия, работала оперативная группа на подвижном пункте управления. Отработали одновременно сразу несколько вопросов, организовали пункт переправы и показали его работу. А также отточили и самое важное – оказание экстренной медицинской помощи людям. Спасатели, пожарные водолазы, сотрудники ГИМС, тренируются в оказании помощи терпящим бессы на воде. Организация лучших переправ, оказание помощи людям, попавшим в зону условного подтопления и их эвакуации. Роль утопающего вначале играл манекен. После нескольких успешных попыток спасения его заменил водолаз. С отработкой этого этапа справились на отлично. Представители других ведомств региона отрабатывали вопросы обеспечения жизнедеятельности населения, контроль за санитарной обстановкой, а также организацию пунктов временного размещения и питания. Отработаны вопросы оповещения и сбора личного состава, сбора аэромобильной группировки и выдвижения к месту условного происшествия, и также сбора подвижного пункта управления и выезд на место происшествия. На третьем этапе силы и средства отработают вопросы ликвидации тушения природных пожаров. В ходе учения сотрудники ведомства отработали навыки ликвидации при последствиях различных чрезвычайных ситуациях природного характера и еще раз проверили надежность систем управления, связи и оповещения по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров и последствий прохождения поводка. Конкурс профессионального мастерства среди групп задержания вне ведомственной охраны прошел на базе учебно-тренировочного центра регионального управления Росгвардии Паризанской области. За звание лучшего боролись 11 экипажей. Прибывшие сотрудники вне ведомственной охраны должны осмотреть место. Закрыты ли двери, не выбиты ли стекла и так далее. Один впереди, другой подстраховывает. Действовать нужно оперативно и в то же время осторожно. Неизвестно, кто может скрываться за углом. По окончанию осмотра доклад. Осмотрено. Беркут. Максим, осмотрено. Выездов по тревожной кнопке может быть в день больше 10. А может и вообще ничего не случится. Но сотрудники всегда готовы. Осматривать это здание будут еще 10 раз. 10 разных экипажей из 10 районов Рязанской области. По одному с каждого филиала вне ведомственной охраны. Мероприятие проходит в рамках отборочного смотра конкурса профессионального мастерства. В нем участвуют 11 филиалов города и области. Каждый год сотрудники вне ведомственной охраны отрабатывают выезд по тревожной кнопке, проходят полосу препятствий, показывают прием рукопашного боя и многое другое. Это часть отборочного этапа. Помимо практической части сотрудники соревнуются и в теоретических знаниях. Отрабатывается теоретическая часть. То есть принимаются зачеты по знаниям правил дорожного движения. Это у полицейских водителей. И также сотрудники отрабатывают билеты по служебной подготовке, по медицинской подготовке. Также оценят свои знания по пятибалльной системе. Спортивная часть отборочных считается самой сложной. На площадку нельзя выйти неподготовленным. Евгений Сарычев участвует в отборочном впервые. Работает во вневедомственной охране всего год. О данном конкурсе узнал от начальства. Проходил, в нашем отделении проходил первый этап. По итогам этого этапа отобрали двух лучших сотрудников. И сейчас вот мы здесь представляем наш отдел. Сразу после полосы препятствий ему с напарником нужно бежать на огневой рубеж. Здесь сотрудники получают заряженный магазин. Теперь им нужно побороть отдышку, легкую тряску рук от полосы препятствий и сосредоточиться. Задача за три выстрела сбить свои мишени. Из 22 участников будут выбраны двое лучших, которые отправятся защищать честь города на всероссийские соревнования, которые пройдут в июне. Рязанцы уже участвовали, но, к сожалению, похвастаться пока нечем. Горожане держатся в первой двадцатке. Но каждый год в отборочном этапе участвует все больше новых сотрудников. Поэтому шансы на успех есть всегда. Это была программа «Территория закона». До свидания и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова